Всем привет! На самом деле я включилась для того, чтобы всё-таки раскрыть карты и рассказать, что же такого происходило в моей жизни, какие перемены преследовали меня, какие чувства я испытывала, какие ощущения. На данный момент уже все дела сделаны. Какие же всё-таки перемены в моей жизни? Я так долго и так много о них трындела, что ни разу нигде не обмолвилась, что это, как это, зачем, почему. Смотрим! Знаете, что-то как-то у нас ничего не получается. И вообще последние события как-то выбивают из настроения общего, из колеи какой-то. Знаете, я сегодня словила себя на мысли, да и вчера уже я об этом подумывала, что, наверное, я очень многого хочу не только от себя, а от других людей. Наверное, я многого хочу вообще от жизни. Нужно, наверное, принять то, что есть. Нужно сделать работу над ошибками. Нужно понять, почему, из-за чего. В дальнейшем, чтобы такого не было. Ну, как и во всей нашей жизни мы привыкли исключать всё ненужное и оставлять только самое ценное, только то, что нам нужно действительно. Именно тот опыт, который нам помогает в этой жизни. Да, кто не понял, мы купили квартиру. Так что вся канитель и всё, что я говорила до этого, короче, всё это относится именно к квартире. Непосредственно к покупке, к оформлению, к переезду. И я понимаю, что из-за того, что я многого хочу, я хочу, допустим, побыстрее уже закончить это оформление. Оно ещё не началось, понимаете. Я за счёт этого всего как-то переживаю. Я хочу, чтобы это свершилось побыстрее. Тоже, кому непонятно, объясню. Я переживала, потому что получилось так, что у хозяев был посредник, которого они наняли для ведения всех дел. Но на самом деле посредник ничего не хотел делать. Даже перечень документов, которые потребовал банк, я ему продиктовала. Половину он просто вычеркнул, сказал, что либо у них есть, либо что-то мы должны брать. Хотя галочками отмечено для продавцов. Ну, в общем, вот такое вот у него отношение было. Сам факт того просто, что вся эта канитель длилась очень долгое время. Мы не могли даже подать просто документы в банк. Все документы, которые мы у них требовали, у него требовали. Мы ему говорили об этом. Он ничего не передавал хозяевам. Он просто решил, что это не нужно. И в очередной раз, когда мы звонили ему и спрашивали, он все время искал какие-то отмазки. Говорил, что это мы должны делать, это вам нужно, вам нужно, вы едите. И это выбивало вообще из колеи какой-то. Мы что-то пытались делать своими силами. Ну, знаете, когда делаешь какое-то новое дело, ты не знаешь изначально, где, что тебе достать, что узнать. Ну, и на самом деле приходилось как-то своими силами разбираться, узнавать, вызванивать, читать в интернете, доставать откуда-то информацию. А этот человек, как я поняла, он также не знает ничего. А если и знает, то просто чисто принципиально не хотел помогать. Ну, чтобы никаких телодвижений не создавать со своей стороны, но иметь за это деньги. Я накручиваю сама себя. И получается так, что нервишки шалят, это понятное дело. То, что душа болит, это тоже понятное дело. Знаете, это так выглядит, как будто ты просто бежишь куда-то, ты бежишь вперёд, ты видишь цель. Но ты не можешь до неё добраться, потому что ты привязан резинкой к тому последнему месту, где ты находился. Соответственно, тебя всё время оттаскивает назад. И ты дальше не можешь стремиться никуда. Я это поняла, я это приняла. Сейчас пытаюсь жить как есть. Именно этот этап я как-то переживаю в себе, ну, не переламливаю и не гашу в себе эти чувства. Я их испытываю, я даже злость испытываю где-то тем людям, где-то к самой ситуации, где-то вообще к тому, что, может быть, мы где-то что-то неправильно делаем или не успеваем. Я решила это просто принять, потому что дальнейшие нервотрёпки самой же себе ни к чему абсолютно. И я не хочу этого, я не хочу нервничать, из-за этого стареет кожа, из-за этого изнашивается организм. Нужно жить просто дальше. Не получится с этим жильём, найдём другое, неважно. Главное же не жилплощадь, да, главное же не стены, а главное человек, с которым ты будешь жить в этих стенах. И я считаю, да, это главное. На данный момент я понимаю, что мне лично уже наплевать, просто наплевать. Я до этого переживала, я там ходила что-то смотрела, мебель какую-то выбирала. Когда мы ходили, выбирали с мамой молодого человека квартиру, она мне говорила, что ты увидишь квартиру, ты поймёшь, что это твоё. У неё так было со своей квартирой. Я ей не поверила, как бы я понимаю, у каждого свои какие-то там представления о жизни вообще, о каких-то вещах. Но не у всех бывает всё так же одинаково, как и у вас, да, допустим. У вас не может быть так, как у меня. Я посчитала, что я буду смотреть на какие-то глобальные вещи, внешний вид квартиры, общие какие-то моменты и всё в таком духе. Но на самом деле, когда действительно я пришла в квартиру, она мне понравилась, я её захотела и только её хотела. Поэтому очень уже хотелось именно эту квартиру, чтобы сделка произошла с этими продавцами и больше ни с кем, понимаете. Вот вы хотите и всё, и хоть усрись. Я что-то где-то представляла уже именно в своей голове, как это будет, что это будет, что я поставлю в этот угол, что я сделаю здесь. Зря это всё, зря, и не нужно так делать, и не нужно просто грезить. Желание было столь велико, что иногда какие-то заминки приводили просто меня в такое бешенство, в такое состояние. Нужно жить реально, нужно находиться в реальное время, здесь и сейчас. Потому что если мы будем жить прошлым или будущим, которое не свершилось, либо не свершится, это бессмысленно. Наша жизнь тогда бессмысленна. И я не хочу проживать свою жизнь бессмысленно. Я просто сама себе уже что-то где-то нарисовала, сама очень этого хотела. Желательно побыстрее, но иногда на некоторые вещи, на некоторые жизненные ситуации просто нужно время. Я задалась целью подавить в себе мои чувства какие-то, моё негодование. Честно, я довольна, потому что вчера моё негодование зашкаливало. Вы бы видели меня, вернее не вчера, а позавчера, я уже спутала все дни. Сегодня я вспомнила об этой ситуации и, знаете, просто вот ухмыльнулась, вздохнула и какое-то даже облегчение ощутила. Просто вот отпустила, отпустила саму ситуацию и меня отпустила. Мы честно сами себе враги, мы сами себя накручиваем, мы сами создаём себе неуют, мы сами создаём себе раны, мы сами наносим их себе и потом удивляемся, почему так произошло. А на самом деле-то мы всему виной, мы сами себе всему виной. Я не знаю, вовремя ли я это поняла, но, наверное, если поняла именно сейчас, значит, это было вовремя. Может быть и не вовремя, может быть вовремя это в 16 лет. Ещё не всё потеряно, это не последний день, в который я живу. Надеюсь, последующие дни, в которые я буду жить, я буду уже входить в них именно с трезвой головой, именно как-то обдумывать всё, останавливать себя и не трепать себе и другим нервы. Но в любом случае, если я получу то, что я хочу, я буду делать так, как я хочу. Этого у меня не отнять. Фу, это капец какой-то посредник, с которым мы всё время решаем какие-то вопросы по поводу покупки жилья. Он меня так бесит, я таких людей ненавижу. Знаете, есть такая категория людей, которые считают себя умнее всех остальных, но при этом не знают нихрена, абсолютно нихрена. Вот говоришь ему перечень документов, к примеру, которые нужно подать в банк с их стороны, а он мне начинает тысячу отмазок каких-то. Это вы должны там запрашивать и брать эти справки. Это вы должны делать. Что я вам буду копии постоянно эти давать документов? Вы каждый раз по одной штучке будете у нас выуживать? Что за дебил, блин, конченый? Я не понимаю, просто не понимаю. Ты либо занимаешься этим делом, либо не занимаешься вовсе. Это же взялся конь педальный за какую-то неплохую сумму, наверное. Но при этом не хочет нихрена делать. На всё, что я ему говорю, он мне отвечает, если вы хотите от меня каких-то телодвижений, то платите мне деньги. Какого хрена ты тогда взялся быть посредником у этих людей? Если банк запрашивает от продавца определённые документы, то вы, значит, должны их предоставить. А тут такое отношение, как будто это моя прихоть, как будто это я придумала, взяла, не пойми откуда. Просто, вот просто. Понимаете, при разговоре с ним по телефону у меня просто вот всё, дрожь по всему телу. И не боязнь того, что я где-то что-то не знаю или сказать не могу. Ему говоришь, и раз говоришь, и 10 раз говоришь, и 30 скажешь. А он всё равно, понимаете, вот броня вот так вот, и его не волнует вообще ничего. Просто ничего. Я так понимаю, с его точки зрения продажа жилья выглядит так, что хозяин ничем не занимается, ничего не делает. Бегают и узнают, и собирают все документы только покупатели. Где это видано, я не знаю. Обычно всё сообща как-то между людьми. Кто-то где-то, если вы что-то не знаете, могут вам помочь где-то, подсказать, где то взять, где это. У людей первый опыт. А это дебил какой-то, ей-богу. Просто вот нервы шалили из-за такого отношения человека. Уже тупо даже дорога не доходила. Я ему высказывала. Даже когда высказывала, человек просто смеялся. Знаете, у меня вообще было ощущение, что он просто предвзято ко мне именно относился, то, что я выгляжу молодо. И на какие-то мои высказывания и рассуждения он просто ржал. Ну вот просто, понимаете, как это называется? Женоненавистник. После некоторых моих психов и высказываний ему я просто решила, что нет, я не хочу этим заниматься. И попросила молодого человека, чтобы он с ним общался, чтобы он с ним разговаривал. Как бы мужчина, ну, мужчину как-то, наверное, поймёт. И знаете, что дело пошло? Не потому что мой молодой человек, а потому что у того чувака просто было предвзятое, скорее всего, ко мне отношение. Он также недопонимал где-то, он также тормозил. Всё было то же самое, но почему-то общаться с моим молодым человеком этому идиоту было легче, походу. Хотя мой молодой человек не раз мне говорил, что этот посредник просто дебил. Понимаете, просто доводы, которыми апеллировал мой молодой человек. Как тот чувак воспринимал, хоть и не с первого раза, но воспринимал. А всё, что я говорила ему, всё просто, понимаете, вот он ржал и всё, просто даже ржал в трубку. Это, я считаю, неуважение, это непотребное вообще поведение человека. Советую всем, не ведите себя так, потому что вы просто скоты тогда. Не стоит вообще быть такими людьми. Вы тогда просто даже не люди. Общаться нужно нормально и иметь мозги. Аминь. Аминь.